Друзья, всем опять привет! Думаю засниму, потому что уже таких немало. Получается, мы из партии ЕФ оставили три на свиноматке покрыли покрытие и это предпоследний кабанчик, что мы убрали на мясо. Самый последний получается у нас тюльпан, но мы же его оставляем на 12 месяцев. Я думаю покажу сало, потому что в следующий уже пойдут и петрены, там уже такого не будет, ну там помесь петрена, там такого толстого сала не будет. А тут получается чем оно интереснее, хорошее, тем что и сало, ну так более-менее на спине, на боках непоганное и выход мяса колоссальный, то есть мясо богатое. И есть получается и мясо, есть и сало. И думаю вам покажу, ну когда опять мы дойдем до такого сала, это кто ее знает, поэтому думаю лучше показать ради интереса. Вот это ЕФ покрытие аматором моим, вот это вот такие, такие в них получаются салы-мясы. Ось, ну просто шикарный, дивитеся яка. Отлично, просто хороший, вот шкурку я купил, гляньте. Мягко-мягко, вообще мягко, вот прям ножичком даже и протыкать не надо, как этот. Ну и упыкты получилось хорошо, и шкурочка вся на месте, и все отлично. Ну думаю, ну че не показать. Бо коли я ще таке покажу сало? И все хорошее, строжки биг, но тоже шкурка колоссальная все. Тоже. Бо следующий уже будем мы там убирать на следующей неделе, там пиде помесь Петрена. Может там и будет, но не таке уже. Может он и будет там на спине, ну я думаю, такого именно товстенького уже не будет. А то ж думаю покажу вам, и вам будет интересно, есть сам. Потом подивлюсь ролик, уже сниму. Сюда близко. Ну шо? Сколько? Ну тут три пальца. Предыдущий был четыре, но тут а три. Прямо вообще красота. Наверно, это уже убирать. Не ближе. Ну тюльпан, я думаю, сало будет сантиметрю пятнадцать, если еще почти пять месяцев держать, до двенадцати месяцев, это сало будет сантиметрю пятнадцать. Ну, это получается в конце лета 30 вересня, поэтому, ну там потом подивимся. Я думаю, будет 300 кг. Чего я так думаю, бо мы оцего перед цим вважали все двести с маленьким плюсиком. Поэтому, ну тюльпан, я думаю, будет больше трехсот. Хотелось бы, чтобы было 350-360, но кто его знает. Вот понаблюдаю и сам узнаю, сколько он выйдет мне, если я его, допустим, уберу на мясо и реализую. Сколько он выйдет по грошам? Выйдет он мне так, как два, допустим, шестимесячных или нет. И узнать, как лучше одного держать двенадцать месяцев или двоих по шесть месяцев. То есть это хочу для себя узнать. Ну так дома, то в Андрасе подивлюсь, как в Андрас Кантур и цих. И все-таки, ну, я удивлен чем? Удивлен тим, что одефок так ростут. Это просто. Именно одефок такой колоссальный рост. Ну, как бы, у меня раньше такого не было. И я сейчас трошки, как бы, сам удивляюсь. И в них, на сколько я поражаюсь, там других было, что сало там здоровое, толстое, ну, примерно вот такое. А мясо мало. А тут нет. Тут и мясо много, и сало много. Тут и мясо, выход колоссальной ошейки по четыре шестьсот, четыре семьсот одна половинка. То есть пять десять килограмм ошейка мякоти. То есть вес хороший, именно все есть. Выход мясо хороший, выход сало хорошее. Вот сало вроде бы, ой, сало толстое. Воно не толстое, воно именно таке, как людям нравится. Откуда я знаю, что людям так нравится? То, что я показываю, мне звонят там, заказывают, хотят купить. И все спрашивают, в основном спрашивают, чтобы толсто было, чтобы толстенькое. Бо люди любят толстенькое. В основном толстенькое любят. Это на вышкварки. Вышкварки у нас улетают. Да, вышкварки берут хорошо. Та ее, смолик берут тоже непогану. О, ну что, погане сало. Отлично. Отлично. О, сало яке хорошее. Да, ну, и много. Я как-то, ну, привык, что у нас не дуже, ну, кто у нас бере, не дуже толстые там любят. А так, кто заказывает, ну, именно толстые, это для них любят именно, чтобы было толстенькое. Тут вот так сразу, ничего тут обрезать не надо. Ну, ось, ну, просто шикарно. Вот именно, что и сало есть, и мясо есть. Всего есть по трошку. Так, теперь дальше еще надо. Окости, задние окости. Сейчас мы еще ящик возьмем. Так, задние окости. Вышкварка. Вышкварка. Вон, на задних окостах тоже сало имеется. И вот, что я удивляюсь, что есть и сало, и много мяса. Вот в чем-то. Какие-то такие именно гибридики хорошие. Ну, и посмотрим, какие. Я же оставил на свиноматки. Подимемся, какие будут их дети. Ну, это, что я оставил уже покрыт. Подимемся, какие будут свиноматки. Ну, ради интереса сравним. И у меня там одна же свиноматка покрыта Йоркширом. То есть, будут. Ф-ки на выходе такие же самые будут. С большим процентом Йоркшира. Ну, те самые, только больше Йоркшира. Йоркшир – это крупная англійська била. Крупная англійська била и ландрас. Сейчас все это убираем. И, и, и берем тяжелую артиллерию под чревок. На дворе жара, муха. А тут так хорошо. Мух нема, прохладно, оно все остывает. Ну, мы сейчас это понарезаем и идем на обед. Там, пив первого, час пообедаем и потом уже занимаемся дальше. Воно подстине. Сейчас покажу, який под чревок. Это тоже все уже заказано. Все заказано. Практически, так, наверное, больше, чем есть заказано, да? Да. А то я последний ролик выкидывал. Я сразу звоню, а того сава нам толстого. Воно уже продано давним-давно. То я ролик выпустил. Уже воно все, его не было практически. Так, а ножи есть. Ножи, звоните в любое время, кому-то надо. Ножи есть в любое, удобное для вас время. Звоните. Опа. Ну, вот я так буду складать. Опа. Ну, вот я так буду складать. Сюда. На дворе снимать в такую жару тоже мне тоже хочется. В мухи там спешишь, до травы шли. Быстрейше, быстрейше. Толстый, а реже, как пластилин, как масло. Ну, оно сейчас остыне. По-пецальним, по-трошку. Будет отлично. На запеканку. Любите нам. Вот так. Это одна половинка. Одна. Сейчас будем брать другую. На столи покажите. Ну да, да. Чтобы эти ящики были не достались, потому что мы сейчас поразкладываем на столи. Так. Сюда. Это обрезаем. Вот такой хвост. Вот так. Тут аж у нас. Вот так. И всё, и погнали. Вот так. И всё, и погнали. Вот так. Вот так. Ещё и даже, ну оно не остивше. Тепло ещё. Коиде капилляры. Давай. Вот, дивите, какая толщина. Вот. Печаревка. Воно, как под стива вообще вид меняет. Вот так и так и стоит. Здесь ещё и подсованы вообще. Ну вот, так и у нас был кабанчик на откорм. Убрали. 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 И всё по заказам. По ценам. Там много кто пишет, что у нас дёшево. Ну, я б не сказал, что дёшево. Ну, да. Чуть дешевле. Ну, чтоб там значительно прям. И то, все сосредотачиваются на шийку. Был везде шийек типа 220, а у нас 175. 185, не ещё. А, что я перепутал. 185. Ну, на 15-20 гривен дешевше. Ну, это прям не таки уже прям. А так сало, грубо говоря, такая же цена. По мясу примерно такая цена. Там оно незначительное. Я б не сказал, что там мы продаём дуже дешево везде. А цены там 2-3 раза больше. Ни, там 15-10-20 гривен. То есть не дуже. Я ж кажу, что пока цены остаются те же самые, какие и были. Ну, что. Ось вот так всё. Галяшечки отдельно. Ошийки. Ошияки какие. Лопатка вырезана. Отбивна одна. Отбивна есть другая. Ребра. Ну, всё так аккуратно, всё, как и обычно. Оце грудинка лежит. Ось. Грудинка тоже колоссально хорошая. Ось грудинка. Ну, хорошая. Ну, так и всё. Ось так. Хорошо, как есть вот так, где мясный уголок, где его разложишь, оно остывает. Сейчас включим холодильник, оно витер холодный. Всё подстойно, чтобы он нарезал. Сейчас поразкладываем тут в холодильнике на сетке. Ну, то есть, очень хорошо. Что? Удобно. Не спеша. Сам, сам убрал. Сам обшмалил. Сам те, сам все. Всё удобно. Ну, Саня помогал. Обпаливать, помогал мыть. Кажет, не буду я сегодня ролик с тобой снимать. Там своим занимается, короче. А, попробовать. Трошки, да, попробовать. Давайте, не много. Чтобы аппетитно сбыть, попробуем. Ну, вот, возьму спину ради интереса. Ммм, мягко, скульпта. Не маю, чтобы там жилы. мягко-мягко но я до цей горелки уже привык и уже ну уже получился опыт на цей горелки уже я понял як надо кого вовремя остановиться куды шо як и трошки уже руку набив на циновий горелки у меня сейчас вообще получается так что даже на те старые не так получалось найти получалось но не всегда как бы одинаково а тут а я уже привык наловчився як бы воно одинаково хорошо получается пекать то всты сауни то всты одинаково пекает ну что он мягко берешь не тягучка да со спины воно мягко бокам мягкие петчеревок надо пожелать ну все ж на любителя там воно с мясом а так то бабушки пенсионеры они берут бок спину дуже хорошо не ну и молодые любят да просто чтоб все по-разному и шкурка вот так я попробую все перепробую и тоди уже той пришел той пришел я так скажу так саухарова рекомендую ну не буду сильно из тебя сейчас на обид и ты перебью аппетит так что друзья попробовал сало дуже вкусно пропечене и уже у меня получается что шкурка не так что там перепекает так что кое-де шкуры не мая там частями воно раньше от меня так постоянно десь там часть згорела десь там вздулося сейчас это каждый раз все лучше и лучше и лучше равномерно ну оно как кажут век живой век учись так и в меня то каждый новый кабасик что убираю оно все лучше и лучше и лучше он уже сколько их десятки убрал рука что набивается так что то так всем спасибо за внимание и всем пока